Приветствую вас! Вы знаете, на первый взгляд хочется вам сразу на скидку порекомендовать обратиться к психологу на нашем сайте, просто потому что это будет анонимно для вас, это будет абсолютно безопасно, потому что человека вы не будете видеть. И это, в общем-то, наиболее качественный вариант для вас. Вот. Но история немножко другая. На самом деле. История немножко другая. Заключается она в том, что психолог, именно психолог, не работает с депрессией и паранойей как заболеванием. То есть депрессивное состояние, вот, если, как бы, ну, если оно у вас имеет место быть, да, именно вот депрессивное состояние, то да, депрессивное состояние, в принципе, возможно. Ну, депрессивное состояние, депрессивное состояние психолог работает. Вот. Но не работает психолог с депрессиями, потому что это заболевание, оно диагностируется врачом, и, соответственно, разрешается лечение, вот. После которого уже, значит, производится в том числе и психотерапия, психотерапия. То же самое касается и паранойи. То же самое касается и паранойи. Вот. Потому что если у вас действительно паранойя, в том смысле, что это заболевание и есть диагноз, то, соответственно, тут, как бы, нужно вам именно лечиться. Вот. Если диагнозы нет, то это может быть и психологическое состояние, которое можно выпрямить с помощью работы с психологом, вот, необязательно обращаться к врачу, вот, и так далее. Давайте немножечко поговорим про депрессию. Депрессия представляет из себя по разным определениям состояние, при котором человек подавляет свои собственные желания. Вот. То есть, именно это является проявлением депрессии. Вот. Человек подавляет свои собственные желания. Соответственно, что нужно вам в этой ситуации? Вам в этой ситуации нужно посмотреть, что именно вы подавляете себе. Какие желания вы себе подавляете и почему вы это делаете? Вот. По какой причине вы это делаете? Из-за чего вы это делаете? Чтобы что вы это делаете? Вот. В идеале, конечно, вот эти аспекты все выислить. В идеале. Это первое. Второе. Какие негативные у вас имеются установки, да, вот именно негативные установки, которые влияют на вашу жизнь. Прямо здесь и сейчас, ну, например, в данную минуту. Вот. То есть, что конкретно? Влияет ли что-то? Вот. Это второй момент. Третий момент. В чем вы сомневаетесь? Ну, вот. Конкретно вы в чем сомневаетесь? Вот. То есть, ну, именно вы в чем сомневаетесь? Что вы не чувствуете, что вы не чувствуете стабильно? Вот. В чем проявляется сомнение? Ваше. Да? Ведь оно же очевидно, ну, очевидно, что в чем-то проявляется сомнение, в чем-то проявляется, очевидно. Вот. Давайте подумаем, в чем именно сомнение проявляется у вас. У вас. Вот. И, соответственно, можно будет, исходя из этого, уже что-то сделать. Исходя из этого, уже можно будет что-то для вас определить. Исходя из этого, можно будет над этим работать. Ваши проблемы заключаются, наверное, в том, что никто не разделяет ваши точки зрения, никто вам не верит. Вот. Я вам верю. Я верю в то, что, ну, что есть действительно нечто, чего вы боитесь, и что вам кажется, ну, опасным, например. Вот. И так далее. То есть, вот этот момент, да, его нужно, можно и нужно разбираться, конечно же. Вот. Ну, просто потому, что это важно, и просто потому, что это касается вас и вашей жизни, вашего восприятия жизни, вашего восприятия жизни, вашей реальности, в которой вы живете. Вот. Понимаете, да, о чем идет проще? Я надеюсь. Понимаете, о чем идет проще? Вот. Так что здесь, конечно, нужно, вот, значит, обязательно с этими моментами поработать. Вот. Причем, еще раз повторю, да, абсолютно анонимно, да, то есть, никто вас, как бы, не узнает, никто о вас ничего не услышит. Вот. И, соответственно, как бы, ну, все будет, все будет хорошо. Вот. В этом плане можете не переживать. Вот. Вот, вот то, что можно вам сказать. Я, конечно, отдаю себе отсчет в том, что вы можете, ну, вы можете на самом деле, да, бояться того, что вас, ну, как-то застыдят, да, и так далее. Вот. Я понимаю, я понимаю. Очень хорошо понимаю вас. Вот. И все же, и все же, тем не менее, да, я думаю, что если вы хотите, чтобы вам помогли, да, если вы хотите, чтобы вам помогли, то мне кажется, что имеет смысл все-таки рискнуть, потому что, ну, дальше, именно дальше ситуация будет развиваться еще более тяжело, тяжело. чем сейчас, вот, и вам дальше самому будет, ну, тяжелее просто двигаться. Поэтому, я предлагаю помощь, обращайтесь, вот, мы вам поможем. В этом, как бы, наша работа. Вот. На этом все. Надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!